Здравствуйте, я Роман Олейник, это программа «На самом деле», мы начинаем четвертый сезон на канале 16. Вогруг самого масштабного строительного проекта Сарова, освоения поймы Сатиса, скопилось слишком много мифов, домыслов и откровенного вранья. Настало время разобраться, что здесь происходит на самом деле. Тем более, что недавно первый апелляционный арбитражный суд в Владимире поставил точку в вопросе строительства одного из домов. Но прежде чем мы будем разбираться, давайте вспомним, что в пойме Сатиса, рядом с Красным домом, в самом центре Сарова, происходило всего несколько лет тому назад. Да, пять или шесть лет назад я здесь был на субботнике, и, в общем-то, ну что, это банально была помойка какая-то. Мусора было очень много. Загрязненный район был заболоченный. За полдня работы мы отсюда вывезли пять грузовиков газели, мусора, наполненный мешками. Местные алкаши распевали в Буреломе горькую. Никаким благоустройством тут и не пахло. И это место никак нельзя было назвать уголком нетронутой природы. Теперь же все поменялось. Первые дома жилого комплекса Саровская ривьера сданы, первые жильцы заселились, часть территории открыта, и уже можно прогуляться по благоустроенной набережной. Руководители городского и регионального уровней, эксперты, специалисты строительной отрасли и Министерство строительства РФ дали высокие оценки реализации проекта Саровской ривьеры. Простой человек, как правило, не является экспертом в области градостроительного законодательства. Поэтому давайте посмотрим, как оно устроено и какие требования предъявляются компании-застройщику. Напомним для начала, что конкурс на освоение поймы Сатиса выиграла компания Саров Инвест во главе с Палом Харитоновым. Инвестор взял на себя гарантии беспрецедентных вложений в благоустройство территории на сумму около 400 миллионов рублей. Половина из которых на данный момент уже освоена. Застройщик имеет право возвести жилые дома на 35% площади выделенного земельного участка. Плотные застройки в пойме в 2,5 раза меньше. 14% против упомянутых 35%. Это сделано застройщиком специально для того, чтобы создать более комфортную среду, больше парковочных мест, больше площадок, больше зеленой территории. Это создает комфортные условия для жителей. Территория под размещение домов ограничена пятном застройки. Количество домов, которые может построить компания-застройщик, регламентами не определяется. Рабочий проект, где обозначаются планируемые контуры места возведения домов, является гибким документом, в который застройщик может вносить изменения на любом этапе. Главный вопрос прошлого года, так сколько же домов мог построить инвестор в пойме, окончательно решился в первом апелляционном арбитражном суде во Владимире. Интернет пестрил картинками, которые объявляли строительство этого дома незаконным. Но давайте не будем верить никому на слово, а проследим историю появления 11-го дома шаг за шагом. Если сейчас присмотреться, то тот самый дом, вокруг которого разгорелся весь Серборг, он пока не достроен и поэтому выделяется на фоне остальных, стоит так, как будто был здесь всегда. Расстояние между домами выдержано одинаковое, он гармонирует с окружением и выглядит вставным зубом. Почему же место под 11-й дом было выделено, а потом отдано под спортивную площадку? Почему же в итоге дом был все-таки построен, а площадка перенесена? Ну, изначально, в общем-то, здесь нельзя было разместить дом. По одной простой причине, что здесь проходили на данном земельном участке, проходили магистральные городские сети. И произвести, значит, какие-то принять решения, провести инженерное изыскание было невозможно, по причине того, что здесь рядом река и уровень воды не позволял это сделать. Как мы помним, недавно велось строительство моста, для реализации которого был уровень воды снижен очень сильно. И это дало возможность провести необходимые исследования и, как следствие, перенести эти сети. Соответственно, высвободить данный участок для строительства дома и логического завершения всей линии микрорайона. Вот что и было сделано. В информационных материалах застройщика 11-й дом появился в конце 2016 года. Это можно легко проверить, если зайти в группу Саров Инвеста в Фейсбуке и посмотреть на картинки. Дату их размещения изменить невозможно. Еще несколько месяцев ушло на подготовку необходимых документов и в начале апреля 2017 года компания Саров Инвест обратилась в администрацию города за разрешением на строительство и получила отказ. При этом Саров Инвест выполнил все необходимые процедуры по подготовке документов, по разработке проектной документации и, в общем-то, были абсолютно уверены в своей правоте. Для защиты своих законных прав и интересов Саров Инвест, как компания-застройщик, обратилась в суд. Чиновники, несмотря на наличие всех необходимых документов, посчитали, что раз 11-го дома не было в первоначально утвержденном администрации городостроительном плане земельного участка, то ему там не место. Нижегородский арбитражный суд своим решением в августе 2017 года поддержал позицию Саров Инвеста, признав отказ администрации города незаконным и обязал ее выдать разрешение на строительство. По каким-то причинам администрация не стала выполнять решение суда и подала жалобу в первый арбитражный апелляционный суд, где снова проиграла. Решение арбитражного суда Нижегородской области от 9 августа 2017 года по делу номер А-43 12252-2017 оставить без изменения апелляционную жалобу администрации города Сарова Нижегородской области без удовлетворения. В итоге задержки почти на 8 месяцев, разрешение на строительство дома все-таки было выдано. Администрация отказала вам в разрешении, вы обратились в суд, но при этом вы начали строительство. Почему это было сделано и насколько это правильно и что суд сказал в итоге? Суд оценивал данные действия в ходе судебного заседания и не увидел здесь никаких нарушений. Документы были подготовлены, проведены необходимые экспертизы. И чтобы провести работы в теплый период, было принято решение возвести каркас дома. Ну и опять же все строительные работы такие сложные провести в тот период, пока еще жители домов, которые уже введены в эксплуатации, не успели заселиться, чтобы им не мешать и не создавать дискомфорт. Главный довод незаконного отказа – дом лишний, его не было на первоначальной схеме. Суд с этим доводом не соглашается. Общее количество односекционных пяти- и девятиэтажных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения договор аренды земельного участка не предусматривал. Наличие изображения контуров зданий не является основанием для определения окончательного места размещения объекта капитального строительства и их количества при приведении проектных работ. И еще одна необоснованная претензия от чиновников – якобы одиннадцатый дом, который построен, не соответствует этажности. Ее суд тоже ответил. Третий аргумент, которым чиновники мотивировали незаконный отказ – передача участка в субаренду генеральному подрядчику. На это суд ответил парой строчек. При этом установленный в суде факт временной передачи земельного участка в субаренду четвергову ДА не имеет правового значения для настоящего спора. Фактически сама компания, каждый кирпич не укладывает на стройки. Этим заняты, выполняют подрядные организации. Одни делают каркас, другие проводят отделочные работы, инженерные коммуникации прокладывают, третий занимается благоустройством. Это нормальная практика в современном строительном бизнесе. Ну и последний вопрос, который у нас остался – так что же стало со спортивной площадкой, которая планировалась на месте строительства 11-го дома? Ответ в нашем досье. Когда на начальном этапе застройщик узнал о невозможности строительства обсуждаемого дома из-за проходящих на этом месте магистрали и коммуникаций, было принято решение спроектировать здесь спортивную площадку. Ее и можно увидеть на одной из первых появившихся в общем доступе схем планировки участка застройки. После изменения планов застройки площадку просто перенесли чуть в сторону от первоначально запланированного места размещения. Сейчас тут уже почти обустроили воркаут-тренажерами. Новое место размещения площадки стало еще удобнее для жителей. С него открываются потрясающие виды на набережную реки. К тому же вместо трех площадок, предусмотренных первоначальным проектом, застройщик решил расплавить в границах территорий 8 детских и спортивных площадок. Итак, давайте подводить итоги. Сначала Нижегородский областной арбитражный суд, затем первые апелляционные в Ивладимире подтвердили абсолютную законность действий компании-застройщика «Саровинвест». Суд четко определил, что действия администрации незаконны. Чиновники, которые принимали решения по этому поводу, в общем-то основывались на неверном трактовании норм действующего законодательства. Ответ на эти вольные размышления по этому поводу, построенные на недостоверных данных, и откровенные лжи, в общем-то содержатся в решении суда. А те, кто распространяли недостоверную информацию по этому поводу, банально спекулировали на очень актуальной для горожан теме жилищного строительства, ну и вообще развитие города. Смотря на всю эту историю со стороны, возникает интересный вопрос. Если изначально застройщик все делал с соблюдением норм действующего законодательства, то ради чего нужно было отказывать в выдаче разрешения на строительство? Ради чего нужно было тянуть с апелляцией? Чего здесь больше? Банальной некомпетентности или нечестной конкурентной борьбы? Будем разбираться дальше, но это уже совсем другая история. Я Роман Олейник, это программа «На самом деле». Увидимся на К-16. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова